Васягфириллах, инна Аллаха кана гафуран рахима. Продолжаем лекцию на тему причины прощения грехов. И я прошу у Всевышнего Аллаха, чтобы вот это наше пребывание в мечети, а про это мы с вами говорили, что когда мусульманин после намаза остается в мечети и находится в мечети, поминает Всевышнего Аллаха и ждет следующий намаз, это есть причина прощения грехов. Также требование знания, когда человек требует еще больше знаний, это тоже причина прощения грехов, поэтому пусть вот эти лекции будут прощением, иншаллах, наших грехов, которых у нас очень много. И мы с вами открыли такую подтему искупления, искупления за наши грехи, то есть посредством искупления Аллах прощает наши грехи. Но я, оказывается, пропустил еще одну причину, по-моему, я не читал, не прочитал ее, и чтеная булькабаир, то есть когда человек оставляет большие грехи, когда человек остерегается больших грехов, то есть большими грехами называются те, которые указывают книгу Всевышнего Аллаха и сунны пророка, салюллаху салям, и приходит, как называется, вагид, вагид, то есть именно если человек совершит какой-либо грех, Аллах тагаля, получается, угрожает ему за это конкретным наказанием, наказанием в аду, поэтому вот все эти грехи, за которые Аллах тагаля угрожает нам, предостерегает нас от ада, то есть это называется кабаир, большие грехи. И вот Всевышний Аллах в сурату Ниса в 31 аяте говорит, Если вы будете остерегаться больших грехов, кабаир, слово кабир, большой, да, кабаир, то есть больших грехов, то, что было запретно для вас, то, что было запрещено для вас, если вы будете остерегаться этих грехов, Аллах ставит условия, Аллах говорит, ну кафиранкум сайиатикум, то остальные злодеяния, остальные прегрешения, мы вам простим, мы вам простим. И мы введем вас в почтенный вход, то есть в райские сады. И это сура женщины, 31 аят. И вот этот аят указывает, что если мусульманин будет остерегаться больших грехов, харамов, конкретных харамов, то Аллах тагаля по милости своей, он будет стирать, прощать нам остальные грехи. И в хадисе, достоверный хадис, пророк, салли Аллаху, сказал, И кто поклонялся, то есть кто пришел, поклоняясь Аллаху и не предавая к ним никого в сотоварищи, то есть не совершая самый страшный грех, ширк многобожий, и будет выстаивать намаз, и будет выплачивать закат, и будет поститься в месяц Рамадан, речь идет про фарс, и будет остерегаться больших грехов, пророк сказал, ему за это будет рай. То есть тот человек, который будет поклоняться Аллаху, не предавая никого ему в сотоварищи, будет совершать пятикратный намаз, который возложен на каждого мусульманина, на каждого человека, будет выплачивать закат, если его имущество достигло несаба определенного количества, и прошел год, ваясуму Рамадан, будет поститься в месяц Рамадан, и будет остерегаться больших грехов, ему будет рай. Аллах ведет его в рай. И тогда люди спросили, а что это за большие грехи? Про какие большие грехи ты говоришь, о посланник Аллаха? На что? Пророк, салюллаху алейхи ва салям, сказал, то есть предавание Аллаху кого-либо в сотоварищи, когда кто-либо помимо Аллаха поклоняется кому-либо, кому-либо, да? То есть это ширк, это самый страшный грех. Второй большой грех посланник Аллаха, алейхи ва саляту ва салям сказал, это убийство души мусульманина, души мусульманина, ну в этом хадисе говорится конкретно убийство мусульманина, но это ни в коем случае не означает, что не мусульманина можно и убивать, да? Поэтому нужно правильно понимать, что да, здесь посланник Аллаха подчеркнул, что жизнь мусульманина очень ценна, и это убийство мусульманина страшный грех. Но есть другие хадисы и аяты, которые указывают, что не по праву убивать и не мусульмана, это тоже харам, так ведь? Поэтому не надо понимать, что хадис сказал, убийство мусульманина, значит убийство не мусульманина, разрешается. Это так нельзя понимать. Воферару, яумазах и бегство, бегство в день битвы, когда встречаются два армии, два противника, и вот здесь, если человек убегает с поля битвы, это является одним из самых больших грехов. Этот хадис в сборнике имам Ахмад, Аль-Насаи ибн Хаббан Хаким и так далее. Сахих, ученые сказали, что это Сахих. Другой хадис от Убейда ибн Умайр, Аль-Лейфи, который передал нам слова пророка от своего отца, получается его отец был сподвижником, что посланник Аллаха салюллаху алейхи ва салям во время прощального хаджа, обращаясь к людям, сказал такие слова. Инна, а мы знаем, что прощальный хадж, прощальная худба, это как раз то время, когда посланник Аллаха салюллаху алейхи ва салям собрал тысячи-тысячи сподвижников и обратился к ним, получается, обратился к такой аудитории последний раз. Больше уже такого не будет. То есть и здесь посланник Аллаха, он выбрал самые, самые нужные слова, самые необходимые назидания для своей умы. Поэтому, когда мы читаем прощальную худбу, прощальное обращение посланника Аллаха к мусульманам, мы должны понимать, что это самые нужные для нас необходимые слова назидания пророка. И вот посланник Аллаха сказал, Инна аулия Аллахи л-мусалюн, воистину друзья Аллаха, то есть друзья аулия, вот сегодня много спрашивают, а кто такие аулия? Аулия Аллаха, это друзья Аллаха, то есть кого Аллах любит? Аль-мусалюн, совершающие намаз, совершающие молитву. И кто будет совершать пять намаз, совершать пять намазов? То есть это пять намазов, которые Аллах предписал своим рабам, кто будет совершать эти пять намазов. И он будет поститься в месяц Рамадан, вот чуть меньше, дорогие братья, остается до прихода этого великого гостя, которого Аллах Тагаля отправляет к нам как милость, не как бремя, не как какое-то наказание, как многие думают, да? Вот, скоро Рамазан, и кушать нельзя, и по костям не походишь, да? Нет, это милость Аллаха. Мусульмане, хотя они переживают, что вот-вот придет гость Аллаха, да, они переживают, смогу ли я, да, пройти через это испытание. Но они должны радоваться, потому что Рамадан – это не наказание Аллаха, как некоторые думают, а это милость Аллаха. Аллах очищает нас от грехов в этот месяц. Поэтому постальник Аллаха сказал «Ваясуму Рамадан» и постится в месяц Рамадан «Ваяхтасибу Салмагу» и ожидает от этого поста милость Аллаха. То есть с надеждой он рассчитывает на милость Аллаха, что Аллах простит его, что Аллах ведет его за это в райские сады, и что Аллах даст ему барракет в этой жизни. «Ваяхтасибу Салмагу» и выплачивает закат «Ваяхтасибу Салмагу» выплачивает закат. И когда он выплачивает этот закат, то есть он получается какую-то часть своего имущества, которое он заработал, и это имущество очень дорого для его нафса. Так ведь? Но несмотря на это, он выплачивает этот закат от чистого сердца. То есть не скрипя сердцем, ну вот придется уже дать, ну фаржа. Нет, мусульманин должен радоваться, когда дает садаха. Мы про это уже с вами говорили. Так ведь? Мы про это уже говорили. Мусульманин, маша Аллах, Аллах, если дал ему возможность выплачивать закат, давать садаха на пути Аллаха, он не должен скрипя сердцем. Ладно, давай, Кузим Курмасалин, давай, возьми, возьми. Нет, он должен радоваться. «Погибатин биха нафсаху, яхтасибуга». То есть яхтасибуга. Он выплачивает закат, отдает садака, надеясь, рассчитывая на милость Аллаха, на прощение Аллаха, на рай Всевышнего Аллаха. И идем дальше. «Ваячтани булькабаираллятинаха Аллаху анха» и остерегается больших грехов, которые Аллах Тагаля запретил для нас. То есть совершение этих грехов, этих дел было запретно Всевышним Аллахом. И когда посланник Аллаха, алейхи саляту, то есть посланник Аллаха перечистил аулия, любимых друзей Всевышнего Аллаха. Это те, которые выстаивают пятикратный намаз. Это те, которые, надеясь на милость Аллаха, постятся. Это те, которые выплачивают закат от чистого сердца, надеясь на милость Аллаха. И это те, которые, которые остерегаются больших грехов. И тогда спросил, один из подвижников спросил, «Я, Расуль Аллах, о посланник Аллаха, а сколько их больших грехов, которых мы должны остерегаться? Сколько их?» На что посланник Аллаха, алейхи саляту, сказал, «Их девять». Этих грехов девять. То есть, в этом хадисе этот хадис указывает на девять грехов. Есть другие хадисы, которые указывают на семь грехов, на другое количество. Поэтому грехов не только, Кабаир, не только девять. И посланник сказал, «Их девять, а азаму гунна, и самые великие из них, из этих грехов, самым первым посланник Аллаха сказал, «Аль-ишраку билляхи». То есть, это предавать Аллаху кого-либо сотоварищи. То есть, совершать многобожие. «Убийство верующего не по праву». «Убийство верующего». «Бегство с поля битвы», «В день битвы». «Кавфу мухсана». «Кавфу мухсана» «Это обвинение, обвинение целомудренных, ни в чем не повинных женщин в разврате, в зина, в распутстве». И мы знаем, что в Коране Аллах не спослал аяты, где Аллах предостерегает, предупреждает людей, чтобы они никогда не обвиняли в распутстве, в разврате целомудренных, богобоязненных женщин, которые не по праву. Они не заслуживают того, чтобы их обвиняли в этом. То есть, один из самых великих грехов, когда человек обвиняет в разврате, обвиняет в зина целомудренную, богобоязненную женщину. И мы знаем случай, который произошел с супругой нашего любимого пророка, с нашей любимой Аишей, которую мы должны любить ради Аллаха, как нашу мать и больше наших матерей. И когда ее обвинили в этом страшном деле, это было испытание для всех, испытание для нее, и Аллах не спослал аяты, где Аллах оправдал Аиша. И доказал, что Аиша является целомудренной, достойной женщиной, которая далека от этого разврата. Аллах оправдал ее в аятах. Мы знаем, что колдовство из числа Кабаир, то есть величайших грехов, и даже тот, кто не то, что занимается колдовством, провицанием, даже тот, кто придет к колдуну или предсказателю, поверит в то, что он сказал, он проявил, посланник Аллаха, он сказал, он проявил неверие ко мне, по отношению ко мне и к тому, что Аллах меня не спасла. То есть Коран. Поэтому это страшное дело, сихр. Также, когда человек ест, кушает, имущество сироты, то есть когда человек не по праву забирает имущество кого? Сироты. Мы знаем, что имущество одного человека запретно для другого, так ведь? То есть даже если это не сирота, мы не имеем права забирать его имущество не по праву, например, обманув его, или с помощью воровства, или ограбления, так ведь? Силой. То есть мы не имеем права забирать. Но если человек забирает имущество не просто человека, а сироты, а кто такой сирота? Сирота, аль-Ятим, по исламу, это тот, у кого нет отца. То есть ребенок, пока еще не достигнув зрелости, то есть он пока не стал зрелым и не способен защитить себя, вот этот ребенок, если он потерял защитника отца, даже если у него есть мать, так ведь? Он называется сиротой. То есть получается забирать, отбирать имущество того, у кого нет защитника, если бы у него был папа, если бы у него был отец, он бы пришел, защитил бы его, да? Но у него забрали это имущество, потому что некому его защищать, он Ятим. И вот получается, тот ребенок, то дитя, которое потеряло своего защитника, ну, Аллах так пожелал, у него умер отец. Или же, или же ученые говорят, даже те дети, которых бросили родители. То есть очень много вот спрашивают, если с детома забрать ребенка в семью, является ли это опекой о сиротах? Посланник Аллаха, алейхи саляту вассалям, он же сказал, Я и тот, кто опекает сироту, мы будем вместе, близки в раю, вот так, как вот эти пальцы, да? И поэтому братья иногда спрашивают, задают вопрос, а вот мы берем с детдома детей, да, ребенка берем, а у них, мы знаем, родители их просто бросили его. То есть они живы-здоровы, ну, может быть, пьянствуют, может быть, наркоманы, да? Ну, нормальные родители, они детей не бросают. И вот является ли он сиротой? А когда это у ученых спрашивают, у шейхов, да, они говорят, конечно, конечно, если даже мать жива и находится, заботится о своем ребенке, но нет отца, даже этот ребенок сирота. Даже этот ребенок. Поэтому что говорить ученые? Что же говорить о тех детях, которых бросили и мать, и отец, и не опекают их? Поэтому они тоже сироты. И вот когда ребенок теряет защитника, его защитником становится кто? Сам Аллах. И Аллах говорит, если вы будете отбирать, забирать, трогать имущество сироты, то с кем будете иметь дело? Аллах говорит, в Коране очень много предостережений. Вы будете делать дело иметь со мной. То есть Аллах сам будет защищать. Поэтому один из самых страшнейших грехов, когда человек забирает не по праву, а имущество сироты. То есть когда человек поедает риба, лихва, лихва, то есть под процент. Ну, к сожалению, к сожалению, для меня, когда я переехал в этот прекрасный город, для меня действительно было шоком, когда я узнал, увидел, начал слышать, что многие мусульмане, наши братья, они просто без каких-либо проблем, они идут, берут в кредит, да, объясняя, что им нужно там строиться, что им нужно решать какие-то свои проблемы, что им нужно там расширять бизнес, платить зарплату. То есть, например, в Нижнекамске я этого практически не видел. Может быть, не слышал просто за 12 лет. Таких случаев, может быть, один-два раза было. Но, к сожалению, здесь вот почему-то, может быть, как-то люди расслаблены, что ли, или богобоязненности не хватает. Очень много людей, они просто погрязли в риба, и без проблем они выплачивают проценты, потом еще берут. Ну, лахталя запретил, это харам. Аклюр-риба, то есть погружаться в лихву, брать деньги, давать деньги под процент, это запрещено. Девчонки сказали, в основе все три религии, и христианство, и иудаизм, и ислам, всегда запрещали это. Запрещали это, несмотря на сегодняшнее положение тех, которые исповедуют эти религии. Аллах Тааля всегда запрещал, всегда запрещал лихву. Следующий грех. «Ва укукуль валидейн» «Ва укукуль валидейн» «Ослушание, ослушание родителей мусульман». То есть ослушание родителей мусульман. Вот здесь то же самое, как и с убийством души мусульманина, вот здесь то же самое. Посланник Аллаха подчеркнул. Особый грех, особо является грехом, когда человек ослушивается, когда человек не проявляет благочестия, не проявляет уважения к своим родителям мусульманам. Но это не значит, что к родителям немусульманам можно и проявлять неуважение. То есть другие хадисы и аяты указывают, в общем, что родители, даже если они не мусульмане, мы должны проявлять к ним уважение и совершать благочестие. «Ва ихлялюль байт-ль-харам» «Кибляту кум ахья'ан ва аммуата» «Ихлялюль байт-ль-харам» То есть байт-ль-харам – это заповедная мечеть, это Каабатуллах, это Мекка, Медина, так ведь байт-ль-харам. И когда человек недооценивает вот эту запретность этих мест, запретность этих мечетей, и запретные дела он ставит как разрешенные. То есть ихляль, то есть делает халялин запретные дела байт-ль-харам в запретном доме, который является вашей киблой как живых, так и мертвых. То есть и для живых, и для мертвых является хиблой, это Мекка, это байт-ль-харам. Потому что когда мы совершаем намаз, мы направляемся в сторону Мекки. Когда мы хороним наших братьев и сестер, мы направляем их куда? В сторону Мекки. То есть в байт-ль-харам. Поэтому байт-ль-харам является запретной, особо запретной для всех нас. Поэтому мы должны соблюдать границы Всевышнего Аллаха, особенно находясь вот в этих местах, потому что это является священными местами, является киблой как для живых, так и для мертвых. И мусульманин, если умрет, не совершая эти большие грехи, которые перечислил посланник Аллаха, и умрет, совершая намаз, выплачивая закат, он обязательно То есть он обязательно будет спутником Мухаммада фи бухбуха-ти-джанна, то есть в просторах, в просторах рая, абуа-буга-масари-ауд-дахаб, и створки, створки дверей рая, они из золота, они сделаны из золота. И вот этот человек, не то, что Аллах-таллах простит ему грехи, не то, что ведет его в рай, он будет спутником пророка Мухаммада в райских просторах. Этот хадис, ученые сказали, Хасан, хороший, с хорошим иснадом, Рауаху-табарани, также Абу-дауд. Идем дальше. И вот возвращаемся к... Я потому что пропустил, оказывается, эту причину. Идем дальше. Аль-Худуд, то есть кафара, то есть искупление за наши грехи. И мы с вами привели хадис, когда Маид, Маид, радия Аллаху-ангу, мужчина, который из числа сподвижников совершил зина, так ведь? И несколько раз, несколько раз подошел к пророку, алей-саляту вассалям, и просил, чтобы пророк наказал его, то есть очистил его, тем самым очистил его от грехов. Посланник Аллаха все время не принимал эти слова, он думал, что он может быть больной человек, может быть, как бы больной на голову, но когда он увидел, что и на следующий день пришел, на следующий день, он отправил несколько сподвижников, чтобы расспросили про него, родных, и когда родные сказали, что он вполне адекватный, нормальный человек, посланник Аллаха, алей-саляту вассалям, повелел, чтобы его наказали, его наказали, и когда он услышал, как два человека говорили про него, что вот он добился, таки собачьей смерти, все время приходил, приходил, побейте меня камнями, и вот этот человек приходил к пророку, алей-саляту вассалям, пока не добился собачьей смерти, что его закидали камнями, и когда посланник Аллаха увидел, услышал эти слова, и увидел через некоторое время мертвое тело осла, он позвал этих людей, и сказал, кушайте, съешьте, ешьте вот это, то есть, это то, чем люди брезгуют, осла даже если зарезать, это харам, никто не кушает, так ведь, а тут еще тухлое тело осла, и вот посланник Аллаха сказал, ешьте, и тогда они сказали, я, рассуду Аллах, осла даже забивать, если забьют, бессмелья, то никто его не съест, так ведь, его даже в чистом виде никто не ест, осла, и посланник Аллаха сказал, то, что вы про своего брата сказали, такие слова, что он там умер собачьей смертью, да, через наказание за зина, эти слова хуже, хуже, чем поедание тухлого тела осла, и в то время, как ваш брат в райских садах, то есть, этот человек, который понес наказание, приговор, наказание получил, за свой грех, он, апостольник Аллаха сказал, что Аллах его простил, и он в райских садах, поэтому, это один пример, а примеров очень много, мы знаем пример женщины, которая подошла к с ребенком, потом понесла наказание, и некоторые, в лицах некоторых мусульман, посланник Аллаха увидел гнев, по отношению к ней, да, и посланник Аллаха сказал, что она, что Аллах очистил ее от грехов, поэтому, когда человек несет наказание, за свой грех, это является, это является искуплением, за его грех. Дальше, другие виды искупления, кафаратун, мэн джама ахляху фи рамадан, искупление того, кто совершил половой акт, со своей женой в рамадан, то есть, днем, во время поста. И этот хадис, передает нам, Абу Хурейра, ради Аллаху Ангу, бэйна мэнахна джалюсин айнда набийьи, саляллаху алейхи вассалям, когда мы находились возле пророка, алейхи саляту вассалям, то есть, сидели возле пророка, алейхи саляту вассалям, и в джа аху раджу лун, фа каля, к нему пришел мужчина, к нему пришел мужчина, и сказал, я, Расул Аллах, халепту, о посланник Аллаха, я погиб, я погиб, на что посланник Аллаха спросил, Малека, что с тобой, что с тобой, почему ты погиб, да, каля, уакаату аля иммуро ати, уа ана саим, о посланник Аллаха, я совершил половой акт, половую близость со своей женой, будучи постящимся, то есть, это месяц Рамадан, все на посту, и мы знаем, что это харан, это портит пост, так ведь, и он сказал, я совершил, то есть, не стерпел, совершил половую близость со своей женой, будучи на посты, вот он сказал, он пришел, не знает, что делать, я, Расул Аллах, я погиб, я погиб, тогда посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, спросил его, найдешь ли ты раба, то есть, есть ли у тебя раб, которого ты можешь освободить, то есть, у этого человека рабов не было, и денег, чтобы пойти купить раба, и освободить, у него тоже не было, потому что раб, человек, хотя было еще в то время рабство, альхамду рилля, ислам боролся, пророк, алейхиссалату вассалям, боролся, чтобы рабства уже не было, так ведь, мы знаем, это очень много примеров, сфикха, очень много методов, то есть, путей, путей искупления грехов, это освобождение раба, человек совершил какой-то грех, посланник Аллаха сказал, купи раба, освободи, человек совершил какой-то грех, посланник Аллаха сказал, освободи раба, То есть это было методом борьбы с рабством, и, альхамду лилля, рабство перестало существовать. И вот он сказал, нет, у меня нет ни своих рабов, ни денег, чтобы купить раба. То есть получается, он не сможет так искупить свой грех, он не может. Тогда посланник Аллаха сказал, «Сможешь ли ты совершить два месяца поста, не просто два месяца, мутатабиайни, без какого-либо разрыва?» То есть последовательно, вот, последовательно, 60 дней поста. То есть не останавливаясь. Например, человек 40 дней постился, потом заболел. Потом заболел, 41-й день он не смог поститься, все обдуляется, он должен заново начать. Это наказание, это наказание, фикха этого есть, так ведь? И вот посланник Аллаха спросил, сможешь ли ты совершить пост два месяца последовательно, то есть без разрыва, мутатабиайни. И он подумал и сказал, нет, Ярослава, у него сил не хватит. Хотя у разу испортил, сил хватило, да? Нет, Ярослава, нет у него сил, он не может два месяца поститься. Нет у него терпения, но он все говорит искренне. Посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, продолжает. То есть первый этап он не смог, у него нет денег, у него нет рабов. Второй этап, он не смог, он не может поститься два месяца, у него нет сил. Ярослава, нет, не могу. Тогда посланник Аллаха спросил, А сможешь ли ты накормить 60 неимущих мискинов? Вот 60 человек, 60 человек надо накормить. И он подумал и сказал, нет, Ярослава, нет у него, нет имущества. Откуда у него? Действительно у него ничего не было, чтобы накормить 60 неимущих. Он сказал, нет. И Абу Хурайра, который передает этот хадис, он говорит, И тогда посланник Аллаха некоторое время промолчал. То есть все, он остановился и некоторое время промолчал, а мы продолжали сидеть возле него. И тогда к посланнику Аллаха пришел какой-то человек и принес ему, то есть, это корзина, плетеная корзина, то есть фиников, полная корзина фиников принес ему. И посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, когда увидел эти финики, корзину фиников, он спросил, Айна Саэль, а где тот, спрашивающий меня? Где он? И тогда этот сподвижник, который испортил свою разу, он сказал, Ана, это я, это я. И тогда посланник Аллаха сказал ему, Худ хада фатасаддакбихи, возьми эту корзину и раздай садака. Вот твое искупление. То есть это уже следующий этап. Здесь он не смог, первый этап, второй не смог, третий не смог. Но нужно же его очистить от грехов. Что ему делать? Альхамду реля, кто-то принес корзину фиников, и посланник Аллаха сказал, возьми эту корзину и раздай. Раздай неимущим, вот твое искупление. Тогда этот человек спросил, Я должен раздать эти финики тем, которые беднее меня. То есть состояние, материальное состояние, которое хуже, чем мое. И сказал, в Аллахе, клянусь Аллахом, в пределах этого города нет семьи беднее, чем моя семья. То есть этот подвижник, этот человек сказал, Я рассудил, если я должен эту корзину раздать неимущим, получается, я должен раздать это тем, которые беднее меня. Но я клянусь Аллахом, в этом городе нет ни одной семьи беднее, чем моя семья. И Абу Хурейра говорит, тогда пророк засмеялся. Засмеялся так, что мы увидели его зубы. То есть он засмеялся и сказал, Тогда возьми эту корзину и накорми свою семью. То есть вот это есть что? Искупление. Маршаллах, это милость Аллаха. Это милость Ислама. Это милость пророка, алейхиссаляту вассалян. То есть пророк, алейхиссаляту вассалян, он не стал ему говорить, все, ты погиб, все, ты в аду будешь, да? Тебя ничто не спасет. Он начал искать пути, пути, чтобы очистить его от грехов. Он не выдержал первый этап, вторую степень, третью ступень. Он действительно не мог. То есть если бы он смог бы выдержать два месяца поста, тогда поставник Аллаха не стал бы ему говорить, что вот возьми корзину с финиками и раздай это неимущим. И в итоге он сказал, возьми эти финики и накорми свою семью. Этот хадис сборники имама Аль-Бухари. Идем дальше. Кафарату в зигар. Искупление за зигар. То есть зигар, в исламе есть такой термин, термин зигар. То есть зигар происходит от слова вахрун, то есть спина. Был такой случай во время сподвижников, когда поссорились в семье муж и жена, и муж как бы желая наказать свою жену, или же может быть как-то унизить, оскорбить, он обратился к ней с такими словами «Вогруки кавогри умми». То есть твоя спина для меня подобна спине моей матери. То есть это было такое выражение, когда мужчина, муж обращается к своей жене, говорил, что он отказывался от половой близости со своей женой. То есть он сам себе запрещал свою жену. То есть я не буду с тобой входить в половой контакт. То есть все. Там сама разбирайся, сама как хочешь живы. То есть я и не талах тебе не сделаю, но и садаха тебе, как мы в тех уроках говорили, на тех уроках, и не буду давать. То есть все. Он сказал, что почему как спина матери, потому что мать, это для нас святое, и даже мы не можем говорить про эту тему. То есть половая близость с матерью, это же невозможно представить. Вот поэтому это было в таком значении. То есть все. У нас никакой близости не будет. Я сам себе запрещаю тебя. Но через некоторое время он, видать, остыл. И вот как-то захотел близости с женой. И он начал к ней приближаться. Но жена сказала, я не приближусь к тебе, пока мне не скажет пророк, посланник Аллаха. И она подошла к посланнику Аллаха. И тогда Аллах Тагаля не спослал аят. И спослал аят. Это сура Аль-Муджадаля. Третья и четвертые аяты. Вот, машаллах. Аллах Тагаля не спослал аят как воспитание этого мужчины, да? И как защита прав этой женщины. Машаллах. Аллах Тагаля сказал, И те, которые запрещают себе, самому себе, своих жен, а потом хотят вернуть свои слова. То есть все, все, все. Я возвращаю свои слова. Все, давай будем вместе. Аллах Тагаля сказал, они обязаны, прежде чем вернуть свою жену, они обязаны. То есть он должен освободить раба, прежде чем дотронуться до нее. Когда мужчина сам себе запретил свою жену, сделал запретный, он за эти слова, Аллах его наказывает. Он должен, прежде чем дотронуться до своей жены, он должен освободить своего раба. Или купить этого раба, и дать ему свободу. Заликум ту азу набихи. И это то, чем Аллах Тагаля дает нам на зидание. То есть Аллах дает нам вагаз. А кто не может найти, то есть у него нет раба, у него нет денег, Аллах Тагаля говорит, И он должен последовательно поститься два месяца. 60 дней наказания, за то, что он сказал жене такие слова. 60 дней он должен поститься. То есть 58 дней постился, потом упал, заболел, ему дали там еду, все, обнуляется еще 60 дней. Наказание. За такие слова. То есть он должен совершить 60 дней поста, последовательно. Пока еще дотронется до нее. То есть пока он не дотронулся до нее, он должен совершить, он 60 дней должен поститься. А тот, кто не может, не в состоянии совершить последовательно 60 дней поста, он должен накормить 60 неимущих людей. То есть он доказал, и это все для того, чтобы вы уверовали в Аллаха, его посланнику, и это есть границы Всевышнего Аллаха. И для неверных, для неверующих приготовлено великое наказание. Это сура Аль-Муджадаля 3-4 аят. Поэтому как бы по фикху есть свои там условия, свои порядки в Ихара, но мы про это не будем говорить. Но мы должны понимать с этого аята, что за базаром надо следить. Потому что это наказание Аллаха. Вот он так сказал, да, все нормально, до него говорили, да, а вот Аллах не спасла Аль-Муджадаля. И сказал, ты 60 дней постись, а потом она для тебя будет халяви. То есть это наказание Аллаха за эти слова. Поэтому всегда в отношениях с нашими женами, да, обязательно нужно придерживаться богобоязненности, обязательно нужно контролировать то, что ты говоришь, да, там в гневе, не в гневе, разницы нет, да. Мы мужчины, и мы должны контролировать. Даже если жена не может где-то что-то, да, нарушает какие-то законы, мы не должны нарушать, потому что мы ответственны за наши семьи, Аллах дал нам мудрость и сделал нас то есть мы попечители своих семей, мы опекуны семей, мы отвечаем за наши семьи. И штурвал у нас, где бы в корабле, там, какой бы бунт не был, тот, кто за штурвалом, он отвечает. Да, кому-то не нравится, что корабль туда идет, но ты за штурвалом, ты должен отвечать за семью. Потому что очень часто там, семьи рушатся, там, мужчина, salah сказал, развод сделал, потом начинаешь разбираться, да, в семье. Вот мужчина начинает, там, муж начинает оправдываться, так вот она же вот так сказала, она же вот так сделал, ну и что, что сделал, ну и что, что сказал. Ты же мужчина, ты мужчина. Если у нее нет ума, то у тебя должен быть ум. Ты же отвечаешь за свою семью. Поэтому это большая проблема в отношениях мужчин, жен. Аллах согласен. Очень много случаев зульма, конкретного зульма в отношении жен. То, что жена не может, женщина не может по морде тебе дать. Если бы Аллах дал ей силы, может быть ты с ней так не поступал бы. Ты ее ударил, она встала и тебе по морде дала. И все нормально, ты упал. Тогда бы многие мужчины так не поступали бы. Но то, что Аллах сделал их слабыми, то, что Аллах лишил их вот этой физической силой, что они не могут нам в морду дать, но это не значит, что за ней не стоит Всевышний Аллах. Это не значит, что Аллах не защищает ее права. Поэтому, дорогие братья, будьте богобоязненными в отношениях жен и всегда знайте, что в судный день у женщины хватит сил, чтобы взять тебя за шкирку и повезти к Аллаху и спросить. О, Аллах, спроси у него, за что он притеснял мои права? За что он меня обижал? Аллах тогда спросит. Поэтому, а у кого две жены, обе придут. Поэтому двоеженцы, многоженцы, они должны быть более терпеливыми и более богобоязненными. Аль-хамду лилля. Пусть Аллах даст им баракат и помощь. Дальше идем. Искупление тому, кто поклялся. То есть, лад и узза это имена божеств, которым поклонялись арабы. То есть, тот, кто поклялся кем-то помимо Аллаха. То есть, вот, есть за это искупление. Абу Хурейрат, рудия Аллаху анху, передает, что посланник Аллаха, салю Аллаху алейхи вассалям, сказал. То есть, мы должны понимать, что клятва, это есть один из видов поклонения. Клятва, когда человек клянется, это его поклонение. И поэтому мы знаем, что мусульманин должен поклоняться только Аллаху. И если человек решил поклясться кем-либо, он может клясться только кем? Только Аллахом. Клянусь Аллахом. У Аллахи. Аллах бля антитэм. И никем другим. Даже если сегодня у нас нет лад, узза, сегодня татары, русские, ну, все, кто с нами живут, они не знают, кто такой лад, кто такой узза. Но, к сожалению, очень много клятв помимо Аллаха. То есть, кто-то клянется, они им бля антитэм. Татары говорят, нет, нельзя, это широк, это широк. Как бы мы не любили своих матерей, и как бы мы их не уважали, мы знаем, что Аллах тагаля после своего права, Он поставил наших родителей, но мы не имеем права поклоняться нашим родителям, так же мы не имеем права клясться нашими родителями. Поэтому Аллах бля антитэм, и пи бля антитэм, клянусь хлебом, клянусь там землей, клянусь солнцем, это все широк, это все страшные грехи. И поэтому посланник Аллаха сказал, фаль-якуль, кто так скажет, кто поклясся, аль-лятву аль-узза, пусть скажет, ла-иляха-илла-ллах. То есть, пусть он покается, покается словами Таухейда, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха. Но он это должен сказать, понимая смысл. Он должен понять, что нельзя было клясться ни ля, ни аузза, ни мамой, ни папой, ни землей, ни хлебом. Он должен это понять и сделать покаяние. Как? Калима Таухейда. Понимая сказать, что нет достойного поклонения. Не имеем права клясться никем иным, кроме как Аллахом. Фаль-якуль, ла-иляха-илла-ллах. Этот хадис, праваху Бухари, Муслим, Абу-Дауд, Ан-Наса, Тирмиды, Ибн-Маджа, Ахмад, Байхак и так далее. Идем дальше. Кафаратун, мэн, насия, салатан. Искупление того, кто забыл совершить намаз. То есть забыл. Неспециально. Или поддался каким-то мирским удовольствиям. Забылся, забылся, забыл и так далее. Ан-Нас, ради Аллаху, передает, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал. Мэн, насия, салатан, фаль-юсалли, ида дакараха. Кто забыл совершить намаз, пусть совершит его сразу, когда он вспомнит. Ида дакараха, когда вспомнит. То есть он вспомнил, что не читал намаз. Пусть он совершит сразу, как вспомнит. Ла кафарата лаха, илля далика. И нет другого искупления за то, что он забыл совершить намаз, кроме этого. То есть он вспомнил, тут уже не надо садаха давать, не надо что-то другое делать. Ты вспомнил, что не совершил этот намаз. Все сразу возьми тахарат и соверши намаз. И Аллах говорит, выстаивай намаз. Аллах это сказал. Мусс, алейхи салям. В Коране это есть, сурат-тахат, 14 аят. И выстаивай намаз левикрии ради поминания меня. Чтобы поминать меня. То есть смысл, мудрость намаза заключается в том, что мы должны вспоминать Аллаха во время намаза. Этот хадис Бухари передает муслим Абу-Дауд, Анаса и Тирмиди, Ибн-Маджи, Ахмад, Малик, Байхака и так далее. Кафаратуль-Ямин. Следующее искупление. Искупление за, получается, заклятву, за обет. За клятву, когда человек клянется совершить что-либо, но не совершает. Там, я клянусь, я вот это сделаю. Но он не сделал этого. И вот Аллах Тагаля не спослал аят, сурат Аль-Ма-Ида, сурат Рапеза, 89 аят. Можете почитать это в Тафсирах, чтобы больше понять, потому что мы поверхностно идем. Аллах Тагаля говорит, То есть Аллах не взыщет с вас, не спросит вас за то, что вы за ваши пустые клятвы. То есть здесь речь идет, например, у арабов есть такое, через каждое слово там, то есть он даже сам не понимает иногда. Это у них привычка уже. Хотя, хотя, я где-то читал, не помню в какой книге, Саляфу Салих, праведные предшественники, они даже наказывали своих детей, которые все время клялись Аллахом. Для чего? Для того, чтобы они, вот эта клятва, она не превращалась в какую-то игру, в забаву. То есть просто так-то, в Аллахе, в Аллахе, да, нельзя этим играть, потому что это поклонение, мы с вами говорили про это, так ведь? Поэтому даже если клянешься Аллахом, то это не должно превращаться в какую-то забаву, какие-то пустые слова. Но Аллах все же, Аллах милостивый, Он не взыщет с вас за ваши пустые клятвы. Но Он взыщет, спросит с вас за то, что вы совершили, за те клятвы, которые вы совершили от чистого сердца. То есть когда ты поклялся Аллахом совершить что-либо, сделать что-либо, но ты нарушил клятву. И искупление за нарушение этой клятвы, Аллах сказал, Искуплением является накормить 10 неимущих то есть мы должны накормить так, как мы кормим обычно, обычно кормим наши семьи. Не просто там, да, вот взял там пшеницу или там муку дал, вот кормитесь, да, нет, ты же семье не это даешь. То есть аусат, то есть середина должна быть, золотая середина. Вот обычно, чем ты кормишь свою семью, вот так ты должен накормить, как искупление за этот грех, ты должен накормить 10 неимущих. Или же ау кисватухум или же одежда ты должен одеть. В книгах фикха говорится, там по масхабам есть разногласия, да, ученые по-разному говорят, как ты должен одеть 10 человек. То есть это все есть в книгах. Про это мы не будем говорить. Ау тахриру ракабатин или же или же ты должен освободить раба. И кто не сможет накормить, одеть 10 неимущих, да, или же одеть, или накормить, или одеть, один из двух. Или же освободить раба, он должен поститься три дня. Это есть искупление за ваши клятвы и за халявтум, когда вы нарушили их. И Аллах говорит, берегите, храните свои клятвы. И вот так Всевышний разъясняет вам свои знамения. Быть может, вы будете благодарными. Сура Туль-Маида 89 аят. Поэтому, когда мусульманин клянется совершить что-либо, он должен сделать это. Он должен сделать это. И особенно, особенно, когда, например, он клянется, то есть, даже когда клянется, он лжет. Например, он жене говорит, я клянусь, я вот это сделаю, да. Хотя он уже знает, что это он этого не сделает. Ученые фикха говорят, что это самый плохой вид клятвы, который человек нарушает. Потому что он уже изначально клянется Аллахом, и он знает, что он нарушит. То есть, этому не только полагается искупление, он должен еще таубя сделать. Он должен сделать таубя, потому что он, его клятва, опирается на ложь. Так ведь? А если человек действительно искренне поклялся, но он не сделал этого, то вот это и есть искупление в этом аяте. Сурат Маида, 89-й аят. Следующая причина прощения грехов кафаратун-назара. То есть, это искупление за невыполнение обетов. Когда человек дает обет, да, назар называется, это тоже один из видов поклонения, но нарушает этот назар. Укбат ибн Амир передает, что посланник Аллаха, сказал, когда человек дает обет, то искуплением за нарушение этого обета является искупление за нарушение клятвы. То есть, такое же искупление. Он должен или накормить 10 человек, или одеть 10 человек, одеть, обуть, или же он, если не сможет, или же он должен освободить раба, а если не сможет, тогда 3 дня должен поститься. И другой хадис, где посланник Аллаха, саляму, сказал, и нет, и человек, если даст обет в чем-либо, в каком-либо грехе, он не должен выполнять этот обет. И искупление за нарушение данного обета, то это искупление за нарушенную клятву. То есть такое же искупление. Этот хадис Сахих Раваху Ахмад Тирмизи Ан-Наса. И вот Назра, то есть когда человек обещает Аллаху совершить что-либо, но с условием, что Аллах Тагаля даст ему что-то. То есть, например, ну как у нас обычно, сын уехал в армию, и родители дают обед, говорят Назра и Таляр. Вот если он приедет, я, например, сделаю хурбан, я зарежу барана или корову. Вот это и есть обед Назра. Если ты обещал Аллаху, то сын вернулся, ты должен это сделать. Если ты это не сделал, то ты должен искупление сделать. Но если человек дал обед в чем-либо греховном, например, если Аллах мне даст что-то, например, если Аллах даст мне много денег, то я там угощу всех моих друзей, ну, вином, например, или водкой, там, соберемся нормально. То есть, посланник Аллах сказал, нет Назра в греховном деле. То есть, он не должен это делать, потому что он сделал, то есть, Назр в греховном деле. Вот поэтому, ну, это такая большая тема, если мы там углубимся, то у нас урок пройдет. А у нас еще несколько только, я сейчас перечислю, несколько причин, которые именно с кафара связаны. Кафара ту лятмиль гулян. Искупление тому, кто ударил или же избил своего раба. Ну, мы знаем, еще раз повторяю, что во время посланника Аллаха, саляму, еще были рабы. И здесь речь идет гулян, то есть, это, если есть джария, есть гулян. То есть, есть рабыня, есть раб. Гулян, да, то есть, это юноша, который является твоим рабом, твоим имуществом он являлся. И он живет у тебя и работает на тебя. Вот посланник шариат запрещает побивать, наказывать, даже если они рабы, да, не по праву. То есть, не имеет права хозяин поднимать руку на своего раба не по праву. То есть, это есть зулим. И за это есть наказание. Ибн Умар, радия Аллаху, передает, что посланник Аллаха, саляму, сказал, Кто ударил своего раба как наказание за то, чего он не делал, как наказание за то, чего он не совершал. То есть, он не делал этого, он не виновен, но тот его ударил. Ау лятамагу, ну лятамагу, то есть, ударил его, пощечину дал, да, или избил. Фа инне кафаратагу аньягтихагу. То искуплением за это дело является его освобождение. То есть, вот, машаллах, и здесь даже мудрость Аллаха, вот здесь мудрость Аллаха, да. Пока еще были рабы, да, еще нужно время, чтобы победить рабство. Но, аль-хамду рилля, Аллах тагаля, приказал даже владельцам вот этих рабов, чтобы они поступались несправедливо. Если ты его ударил не по праву, то искупление за этот грех является освобождение этого раба. Ты должен его освободить, дать ему свободу. И этот хадис, сахих, раваху муслим, раваху муслим. И также Ибн Рома, ради Аллаху ангума, передает, что посланник Аллаха, салю Аллаху алейсалям, сказал, «Мен лотама мемлюкагу аударабагу фа кафаратагу аньягтихагу». «Кто ударил своего раба, то, то есть не по праву, да, то искупление этому служит его освобождение, его освобождение». То есть, он должен освободить его. За то, что он ударил его не по праву. Ну, вот это тоже наказание, так ведь? Все, он за то, что не стерпел, да, поддался гневу, совершил несправедливость. Вот Аллах его наказал. Он лишился этого раба. А это было действительно серьезным наказанием. Следующее. Искупление за того, кто плюнул в мечети. Арас, ради Аллаху ангума, передает, что посланник Аллаха, салю Аллаху алейсалям, сказал, «Ан-нуха-ату фил-маздиды хаты'атун». Плевок получается, да? Когда человек плюет в мечети, это и есть хаты'а, прегрешение, грех. «Ва кафаратуга дафнуга». И искупление за этот грех дафнуга. То есть, он должен закопать это. Ну, мы должны представить, в VII-VIII век, это не были такие турецкие красивые ковры. Это был песок, это была сахра. Да? Таких ковров не было. Поэтому люди, находясь в мечети, они сидели на песке. Так ведь? Поэтому таких ковров не было. И человек мог плюнуть. Может быть, это был какой-то бедуин. Он пришел с пустыни. Кроме культуры своих животных, он ничего не знал. И вот, аль-хамду-рилля, шариат вот так воспитывал. То есть, человек, который плюнул в мечети, он должен искупить свой грех чем? Он должен закопать этот плевок. То есть, это есть уважение к Дому Всевышнего Аллаха. Ну, сегодня, конечно, мы уже в других мечетях, другие, да. Ну, хотя, очень много, когда мы оставляем после себя грязь, да, мусор оставляем в мечети, искупление за плевок в мечети. И у нас, как бы, это все. Следующая причина. Еще сколько? Три минуты дадите? Следующая причина. И этим завершим, иншаллах. Распространение саляма. Все, кафараты завершили. Распространение приветствий саляма. И прекрасных слов. Ибн Язид, ради Аллаху, передает, что посланник Аллаха сказал, Из того, что сделает обязательным для тебя прощение Аллаха, то есть, из причин прощения твоих грехов, распространение приветствий. Когда мусульмане приветствуют друг друга, говорят, И прекрасные слова. То есть, мы должны говорить друг другу прекрасные слова. Этот хадис, сборники. Бухари, муслим, имам Ахмад и так далее. И особый вид приветствия, когда мы пожимаем друг другу руки. Мусахафа. Когда мусульмане пожимают друг другу руки. Мусахафа тель муслим ахаху. Посланник Аллаха сказал, Когда встречаясь два мусульманина, пожимают друг другу руки. То есть, пока они не разъединяют руки, Аллах прощает им грехи. Прощает им грехи. За то, что мы пожимаем друг другу руки. Альхамдуллях, даже за это прощаются грехи. Все, на этом достаточно. Субханакаллахумабихамдик. Шадванлахилляхиллян. Стауфиркуатубу. Дорогие братья, У нас начался месяц Шахбан. Шахбан. Так ведь, уже чуть меньше месяца остается до великого месяца Рамадан. Поэтому напоминаю, как себе, так и вам. Айша, ради Аллаху, Ванха, по-моему, передает хадис, что посланник Аллаха, алейсаляту вассалям, большую часть месяца не постился ни в одном месяце, кроме Рамадана, как в Шахбан. То есть, больше всего дней посланник Аллаха постился именно в месяц Шахбан. Особенно первые дни, первые 15 дней. Поэтому давайте, братья, бисьмиллях, начинаем разминаться, начинаем готовиться. Скоро придет месяц Рамадан, и мы должны быть готовы. Иншаллах. Поэтому, бисьмиллях, поститесь, призывайте, побуждайте свои семьи, жен призывайте, родных, чтобы они начали поститься, потому что скоро придет гость, а мы должны быть готовы к его приходу. Поэтому, месяц Шахбан, сунна, поститься, поэтому давайте, бисьмиллях. Изакумуллаху хайран. Саляму алейкум. Рахматуллахи баракатам. Рахматуллахи баракатам.